Вместе с тем в Якутии официально началась навигация 2017 года. В речном порту Якутска встретили первый пароход. В этом году первооткрывателем стало судно СОТ-1131 Ленского объединенного речного пароходства. На борту корабля привезли полторы тысячи тонн пилы материала. На торжественном событии побывал наш корреспондент Юрий Осипов. Встреча первого корабля это добрая традиция местного пароходства. Именно с этого момента навигация на реках республики считается официально открытой. Мы продолжаем вековую традицию встречи первого теплохода у нас в Якутске в речном порту. Эта традиция будет длиться пока существует наша красавица добрая река Лена, пока на ней существует судоходство. А это еще многие, наверное, многие века. Героями торжества стал экипаж судна СОТ-1131. Две недели назад корабль под командованием опытного капитана Александра Парашютинского вышел из порта в городе Киринске. В пути они опередили еще два судна, с которыми наравне вышли из порта. Это соревнование, кто вперед. Это не заранее запланировано. Сегодня, завтра должны еще два судна прийти. Сюда 9-й СОТ или на нефть 20-32. Но мы вышли вместе, там по обстоятельствам они задержались. Помимо этого корабля, в этом году в навигации планируется участие 687 единиц флота. Это и корабли, обеспечивающие безопасность, грузовые и пассажирские суда, а также портальные краны. В течение нынешней навигации планируется перевозка порядка 3 миллионов тонн груза. Из них около полутора груза для жизнеобеспечения. За май Ленское объединенное речное пароходство запланировало перевозку 165 тысяч тонн. Из них 70 тысяч уже отгружено. Аблигация – это очень ответственный короткий период, когда мы завозим в нашу республику основные грузы. И завоз грузов в нашу республику имеет свои серьезные особенности, свою уникальность. Правительство республики уделяет особое внимание завозу грузов на арктические реки республики. Традиционно планируется перевезти порядка 400 тысяч тонн. Почти половина перевозимого груза – это каменный уголь, около 195 тысяч тонн. Также порядка 95 тысяч тонн светлых нефтепродуктов и 30 тысяч тонн сырой нефти. Мы планируем в конце июля, начале августа завоз грузов именно в Арктику. И, конечно, контролируем работу земснарядов, углубительной техники, чтобы у нас не было проблем на барах арктических рек. Но тоже есть прогнозы, что с учетом того, что очень большой уровень воды на Индикирке, на Колыме, могут быть проблемы на барах рек и Андикирка. На сегодняшний день в верховьях реки Лены функционирует уже 85 теплоходов. В этом году планируется увеличение объемов поставок грузов. Если в прошлом году якутским речным портом было принято около 650 тысяч тонн, то в этом прирост составит порядка 100 тысяч. В ближайшие дни также начнется завоз грузов в быстромелеющие реки Амга и Вилюй. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.